В этом году зимние праздники не обошлись без вынужденных ограничений. Еще с 20 декабря прошлого года из-за коронавируса главой республики было принято решение запретить корпоративы, банкеты и прочие массовые гуляния, а заведениям общепита пришлось прекратить работу в ночное время. Также организовать праздники не смогли работодатели в офисах и актовых залах. Кроме этого, глава Крыма Сергей Аксенов поручил проводить на предприятиях рейды. Мобильные группы для проверок соблюдения мер безопасности были организованы еще весной 2020 года, когда в Крыму только начали действовать ограничения, связанные с COVID-19. Если брать статистику за полгода работы на мобильных групп, то проверено больше 6300 предпринимателей, составлено 642 материала, которые направлены в Роспотребнадзор. Если брать только новогодние праздники, то выявлено 18 нарушений, 13 из них устранено, 5 материалов направлено в Роспотребнадзор. На сегодняшний день с проверками по крымской столице работают 12 мобильных групп. В каждой сотрудники полиции и администрации Симферополя. Проверки проводятся на ежедневной основе и днем, и ночью. Сами предприятия заранее о рейдах не знают. В самом начале действия праздничных ограничений выяснилось, что указ Сергея Аксенова соблюдать готовы не все. Главными нарушителями оказались некоторые заведения общественного питания, которые в период запрета организовывают банкеты и празднование дня рождения. Когда начали работу наши мобильные группы, многие предприниматели верили, что будут осуществляться какие-то проверки, какой-то контроль. Но в течение 5-7 дней мобильные группы показали свою работу, было выявлено достаточно много нарушений. Но в дальнейшем нарушения пошли на спад. И буквально уже перед Новым годом, в новогоднюю ночь, нарушений выявлено не было. Срок действия новогодних ограничений закончится уже на этой неделе, 15 января. Несмотря на это, продолжат действовать другие обязательные антиковидные меры. Масочный режим в общественных местах и транспорте, а также социальная дистанция. По прогнозам, мобильные группы расформируют ещё не скоро. Когда проверки прекратятся, зависит исключительно от распространения коронавирусной инфекции в республике.